Друзья, всем привет! У нас сегодня будет новый ролик. Я сейчас приехала на заправку, заправила свою машину. Кстати, по цене сразу скажу, если кому-то интересно, евро 61 за литр бензина сегодня у нас в Риге. Я уже очень давно хотела вам показать эту заправку на улице Красто. Вот здесь у нас Красто, торговый центр Моллс впереди. Коричневый вот это дом. Ой, как шумно, это торговый центр Моллс. И напротив заправка Circle K. Я уже взяла кофеек. И сейчас покажу вам, что здесь интересного. Можно сказать, это такое секретное место. Я удивлена, но многие рижане еще о нем не знают. Поэтому давайте я вам покажу. Оставила машину и пойдемте посмотрим, какой здесь вид шикарный. Открывается на Даугаву. Ну что, вы это видите? Здесь просто обалденное место. Можно даже сказать, как кафе. Потому что внизу есть столики и вид на реку и на яхты. И наша телебашня. Вот эта красненькая впереди. Это телебашня латвийская. Внизу у нас три столика с зонтами. Если дождь пойдет, все равно можно посидеть. Так что можно на заправке взять кофе и что-нибудь перекусить. И посидеть в таком красивом месте. Ну давайте спустимся и поближе посмотрим, что там к чему. Здесь полное ощущение, что находишься где-то за городом. Я просто обожаю это место. Посмотрите, здесь кувшинки. Желтенькие. Видно? Красота. Эти яхты. Кто-то подплывает, кто-то уплывает, заправляется. Вообще просто полный кайф. Полный кайф. Смотрите, кто-то приплыл, заправляется на личном транспорте. Кстати, обратила внимание, что здесь сейчас праздничные стаканчики в честь праздника танцев и песни. Исторические стаканчики, можно сказать. Двадцать седьмой праздник песни и семнадцатый праздник танцев. Да. Двадцать седьмой праздник. Двадцать седьмой праздник. Заехала сейчас как раз в торговый центр МОЗ. Буквально на пять минут напротив этой заправочки, где я попила кофе, заправилась. И сейчас поедем с вами на центральный рынок. Я уже очень давно тоже хотела попасть на ночной рынок. Сейчас где-то около восьми вечера, наверное. Ну как, ночной? Начинается с пяти тридцати вечера. И по-моему, так всю ночь они там и торгуют. Она в определенном месте на центральном рынке. Так-то рынок у нас, конечно, работает с утра до вечера. Так что поедем сейчас за ягодами. Прямо мне стыдно сказать, насколько редко я ела этим летом ягоды. Практически два-три раза, мне кажется, покупала клубнику. Мне прям уже очень хочется. Так что поеду сейчас посмотрю, что там с ценами. Не была еще в этом году на ночном рынке. Ягоды хочу, клубнику. Может быть, какую-то зелень. Посмотрим с вами. Ну что, мы на месте. Как-то мне кажется, что поменьше стал рынок, чем в прошлом году. Но может быть, мне кажется. Помидоры красивые. 3,50. Красивая. Латвийская клубничка. 6 евро килограмм. 4,50. Ну, такая мелкая. Абрикосы 3 евро. Написано, что очень сладкие. Сладкие из Венгрии, похоже. Венгерские. Персики. Черешня очень красивая. Ой, клубника покрупнее здесь. За 3,80. Польская, но крупная, красивая очень. Пелиные яйца. Смотрите, перепелки. 50 штук. 6 евро. Черешня. Это самое лучшее, что может быть. Латвийские помидорки, такие мелкие, как черри. 5 евро килограмм. И желтенькие. И красные. Какая очередь в этот киоск за клубникой. Видимо, она здесь самая сладкая. 5 евро килограмм. Видите, какая очередь. Домашний квас. 200 миллилитров 50 центов всего лишь. А пол-литра евро. Дешево, очень дешево. Надеюсь, вместе с торопками. Дыня арбуза. Дыня 3 евро. Арбуз евро 80. Ой, хорошо летом. Посмотрите, какого я тут красавца встретила возле рынка. Но он чей-то, у него ошейник. Какой ты красивый. Черно-белый котик. Чей ты? Чистенький такой. Сидит, кого-то ждет. Не реагирует на меня. Такой красавчик вообще. Я тебя немножко боюсь. Как-то он рванул так резко. Ну покажи свой ошейник. О, какой ты красивый. Просто красавец. Интересно, чей с этим ошейником. Киса. Киса. Не, не реагирует. Он увидел другого кота и не может отвести свой взгляд. На меня вообще не реагирует. Просто прелесть. Ну что, я немного закупилась. Ягодки взяла. Наконец, оторвалась до витаминчиков. Ну что, друзья, отчитываюсь, что я купила. Я потратила 16 евро на все. Сначала мне показалось, что я много потратила. Сейчас смотрю. Мне кажется, я столько всего купила на 16 евро. В общем, я взяла зелень. Вот такой интересный салат кудрявый. Темного цвета. Классный, да? Как цветок. Буду использовать в салат. Дальше я взяла еще и зелень, и петрушку. И укроп. Но тут все это копейки. Это вообще 60 центов. Здесь тоже где-то по 68 центов бунтик. Евро килограмм стоили кабачки. Взяла еще молодую свеклу в салат. Горошек. 5 евро килограмм. Я заплатила 2 евро, по-моему, за вот этот мешок. Картошка. 80 евро килограмм. Одну желтую помидорку красивую взяла на бутик. И черешню на 5 евро набрала микс. Темную и светлую, такую желтоватую. И еще из ягод взяла клубнику местную. Вот ту, где больше всего людей стояла. Огромная очередь отстояла. И 5 евро килограмм местная клубника. Она очень красивая. Прям супер. Каждая ягодка. Ягодка к ягодке, как говорится. Так что да, все. Зелень, ягоды, помидорка. Картошечка. Ну просто красота. Наконец-то я добралась до рынка. Сейчас буду все пробовать. Кстати, давайте вместе попробуем, например, вот эту клубничку. Да. Сладкая супер. Не зря сорт называется мармелад. Сладенькая. 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 Сладенькая.